Приветствую вас на канале все о стиральных машинах и бытовой технике. Сегодня мы разберемся как пользоваться наушниками Redmi Buds 4 Active. Данная инструкция она будет скорее конечно для новичков, нежели чем для людей, которые уже пользовались данными наушниками. Но я думаю, что некоторые нюансы будут интересны тем, кто в общем-то имел дело с беспроводными наушниками. Для начала мы из кейса наушники извлекаем, потому что иначе ваше устройство не найдет эти наушники. Ну и в первую очередь попробуем подключить к устройству на андроиде. В данном случае это планшет Lenovo. Но если у вас допустим телефон там какой-то на андроиде, ну без разницы. Там разница небольшая будет в версиях андроида, ну а так принцип тот же самый. Сначала что мы делаем? Заходим соответственно, выбираем менюшку вот эту быструю и жмем на Bluetooth. Соответственно удерживаем, чтобы появился список устройств подключенных. Далее нам нужно будет найти, точнее добавить наушники, так как мы их не подключали. Нажимаем добавить наушники, точнее добавить устройства. И он ищет какие устройства рядом. Вот он нашел андроид ТВ, это соответственно телевизор и Redmi Bud 4 Active. То есть это наушники, которые нам нужны. Выбираем, жмем по этому устройству и устанавливается соединение. Ну здесь я разрешу доступ к журналу еще тем наушникам, чтобы звонить можно было. И все, и пошел процесс. То есть наушники уже активны, они подключены, уровень заряда 100%. Дальше мы собственно говоря уже можем ничего не делать. Мы можем включить например YouTube, посмотреть какой-то ролик. Мы можем допустим музыку включить уже на планшете. Но это как это делается, я не буду рассказывать, это понятно. Вставляем просто наушники в уши себе. Можно один наушник, можно два. Можно одному человеку один наушник например вставить, другому. Без разницы. И соответственно можно уже слушать музыку. Уровень заряда также можно проверять, как я показал. То есть заходите в меню Bluetooth. И соответственно смотрите какой уровень заряда. Если они подразрядились, то отключаете и помещаете их в кейс. Даже не обязательно кейс подключать. Потому что у кейса своя батарея, она подзарядит наушники. Никаких проблем. Сам кейс заряжается вот так. То есть подключаете так же как телефон. Кстати можно подключить его например к ноутбуку. Он тоже будет нормально заряжаться, только медленно. И все. И собственно говоря вот таким образом к телефонам, планшетам, любым устройствам на андроиде подключаются данные наушники. Они кстати нормально сопрягаются и с эпловскими устройствами. Тоже никаких проблем. Сейчас посмотрим как подключить данные наушники к ноутбуку под Windows 10. Итак подключаются наушники Redmi Buds 4 Active к ноутбуку под Windows 10. Тоже достаточно легко. В данном случае нас интересует вот здесь вот менюшка. То есть на стрелочку нажимаем в правом нижнем углу. И значок устройства Bluetooth. Нажимаем на него и здесь выбираем пункт самый первый добавление устройства Bluetooth. Дальше вылезает такая менюшка управления устройствами Bluetooth. И она вот сразу у меня уже нашла Redmi Buds 4 Active. То есть написано готово к созданию связи. Нажимаем и нажимаем кнопочку связать. И пошел процесс сопряжения. Ну вот собственно наушники подключились. Здесь у нас состояние подключено. Дальше мы можем сворачивать любые соответственно окна. Открывать там допустим. Ну вот я чтобы показать. Открою да вот менюшка где у меня звук добавляется убавляется. Здесь уже наушники Redmi Buds 4 Active. То есть я могу управлять звуком да в этих наушниках. Ну и кстати если у вас к выходу, к стерео выходу стандартному подключены обычные проводные наушники. Они перестают работать потому что приоритет стоит на беспроводных наушниках. И соответственно вы уже можете эти наушники вставлять в уши и слушать с их помощью музыку там и прочее. Все нюансы да касающиеся там этих наушников. То есть здесь открываете и можно допустим удалить устройство. Соответственно параметры какие-то открыть дополнительные. То есть все здесь управление осуществляется. Так что все достаточно просто. Если у вас вопросы какие-то возникли по данной теме. Пожалуйста задавайте их в комментариях. Также в описании вы найдете ссылку на эти наушники. Если этот ролик был вам полезен. Ставьте палец вверх. Жмите на кнопочку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго. Жмите на колокольчик.